Всем привет, мои дорогие виноградинки! Вы на канале КишМишПлей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Far Cry 5. В прошлой серии мы пошли по сюжету. Слушай, а в прошлой серии что такого было интересного? Там вроде ничего такого особо интересного. Очень качественно мы захватили вот этот вот аванпост. Получилось вообще все просто прикольно было. Было просто и прикольно. Так, я хотел, кажется, купить себе глушак на коллаж. А у меня не хватило денег, правильно? А, да. У меня не хватило денег на покупку данного устройства, для данного устройства. Боже, что это бред какой-то. Короче, я хотел сейчас здесь пошариться. Может быть, здесь где-то припрятаны деньжата. Так, это у нас самолет, нам его угнать надо. Ну как угнать? Нам надо его вернуть владельцу. Деньги. Деньги, боеприпасы. Боеприпасы это хорошо, конечно, но мне сейчас нужнее деньги. Блин, ну неужели надо идти сейчас какой-то тайник опять вскрывать? Хотелось бы просто взять и найти здесь тысячу долларов. Две. Две тысячи. В жизни было бы круто, да? В жизни идешь такой и находишь две тысячи долларов. Кайф. Двадцать один доллар. Ну почти. Почти то, что я искал. Как бы еще десять таких рюкзаков и... О, во, во. Вот, вот. А почему это нельзя вместо взять? Что, что это не хватает? О-о-о-о. Так, а сколько там деньжат было? Я даже не посмотрел. Послушаем, давай. А, это ты, блин, и будешь мне тут рассказывать сказки свои. Ладно. Что он... Что... Кому он что рассказывает? Ага. Я собираюсь всех убить. Ну, понимаешь, да? Ты должен раскрыть свое сердце. Ты должен увидеть, что окружен любовью. Ты сеешь страдания и боль, но они не помогут нам. Это он мне записывал или кому? Я не знаю. Я не знаю. Он будет заставлять тебя творить зло. Те, кого ты ранишь, исцелятся. На них ляжет печать твоего греха. И они передадут его другим. О, у меня дымовая шашка есть. Кайф. Ты обречен. Грех приведет тебя к гибели. Он вернется в новом обличье. Это вопрос времени. Ты умрешь молодым или стариком. Все зависит от того. Раскроешь ли ты свое сердце? Слишком долго он разговаривает. Слишком долго он нам пытается прочистить мозги. Он мне уже поднадоел, если честно. Все? А, подожди. А может быть это Иосиф Иоанну что-то рассказывает? Да, я думал это для нас записано. Все? На, на. На ногой тебе. О, карта. Карта нам пригодится. Мы вообще, в принципе, постараемся забрать все, что есть. Так, и... А, письмецо было. Я письмо видел, но не прочитал. Иосифу от Иоанна. Дорогой брат Иосиф, я обещаю тебе, что сделают. И вот, false end принадлежит нам. Я обрушил три столпа, на которых держалось местное сообщество. Мэри Мэй, пастор Джером и Ник Рай. Я обвинил лидеров во грехе и заронил семя сомнений в сердца простых жителей. Я заставил их мотиваться в том, что они верили с детства, что они не знали, на чьей стороне сражаться. Пролилась кровь, но если бы не моя новая пасха, все было бы еще хуже. Спасенные пополнили наши ряды. Те, кто пытался оказать нам сопротивление, мертвы. Что касается сбежавших грешников, я их поймаю. Это мое второе обещание, твой брат Иоанн. Ах, ну ты поймал, потом я убежал, потом ты опять меня словил, потом я опять убежал. Как-то так себе ты словами разбрасываешься немножко. А здесь все-таки был пулемет. Здесь был пулемет. Я думал, что же он там делает, а он все-таки садился за пулемет. Ладно, у нас не хватает... Ой. У нас не хватает денег на глушитель, но мы их будем подсоберем. Подсоберем еще немножко деньграт. Еще чуть-чуть, самую малость. Вот это мы тоже возьмем. Там денег не будет, да? Жалко. Ну и тут, соответственно, тоже ничего нет. А, вон еще карта. А я бы пропустил. Ага. Так, ну что, пора этот самолет отсюда выводить. Пора бы его вернуть владельцу. О, он с пулеметом. Ура, помощник! Я узнал, что какой-то проныра удрал на моем самолете. А это не я. Не надо скрыться, так что лети на север. Ой, 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 ой. Я врезался крылом. Сейчас, подожди. Я врезался крылом в дерево, когда хотел просто всего лишь взорвать бочку. Не ожидал я, что я зацеплю ее. Хорошо, что сейчас гонка у нас не на скорость. А тут пулемет, ты видел какой? Здесь солидный пулемет стоит. Верни мою птичку, иначе нам не выкарабкаться из этого дерьма. Только проведем пару тестов, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. А, какие? Верни налево к полям и пролети над самой рекой. Окей. Куда? Да, налево поворачиваем, все нормально. Вот так получилось. Держи ровно. Это меня типа обучает сейчас управлять самолетом? Ну, то есть... Теперь ложись на левое крыло. Только аккуратно. Иногда заедает. Да все окей, у тебя самолет. Все у тебя самолетом, зашибись вообще, отлично лети. Ну вот, если бы что-то было не так, ты бы уже сделал бочку. Видимо, кто-то в техниках и шарить в самолетах. А, тебе самолет еще отремонтировали на халяву. Повезло, повезло. Вот это, вот это ты везучий человек. Самолет мало того, что угнали, отремонтировали. И сейчас еще и вернут на халяву. Хочу пострелять. Тут, наверное, очень крупный калибр. Так бугнит вообще просто. У меня бы еще габариты больше понимать этого самолета. Ты сильно не ругайся, пожалуйста. Здесь приличное общество между прочим. Приходят к тебе домой, забирая что хотят. За мной было так же. Битый гражданский. Простите, пожалуйста, я думал, это враги. Я просто хотел испытать пушку. Так, оказывается, гражданский самолет. Да ничего, летали бы на другом. Я уже как-то был парочку штуктырил. Когда увидишь, что река разбаивается, сверни направо. Направо, окей. Не каждый сможет защитить свой дом. Если честно, насчет себя я не уверен. Не знаю, есть ли у тебя страхи, но я не хочу оставить своего ребенка без отца. А ведь он еще даже не родился. Если я сбегу и потеряю дом, но спасу свою семью, пусть будет так. Разве я не прав? А он хочет вообще просто выбраться из этой местности, я так понял? Ну да, на самолете самая тема была бы сделать. Но мне кажется, ему сектанты не дадут возможность улететь. Я в бешенстве, что должен бросить землю, на которой трудились мои предки. Каждый дюйм дался им потом и кровью. А я возьму и подарю это какому-то придурку. Он уже передумал. Он уже передумал. Черт, аз два! Раи так просто не сдаются! Зададим им шару, дружище! Ты уже над полем? Поли по всем святошам, которых увидишь! Увидишь бензовозы с блажью? Срывай их нахрен! Подручные Иосифа отравляют нашу воду. Проверь резервуары, всякие такие местечки, и прогони их оттуда! А, это просто ферма, пардон, это еще и моя ферма. Я опять случайно дал крупным калибром. Чуть-чуть повыше надо взять, чтобы деревень зацепить. Что-то заправка не взорвалась, жалко. Хотелось бы еще и заправка взорвалась. Поворачивай аккуратненько, и до аэротрома будет рукой подать. Сейчас, подожди. Увидимся! Повезло, чуваку. Сейчас, возьму развороты на обратной дороге. Ой, 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 я понял. Тогда ты просто везунчик, остаешься в живых. Потому что я покидаю облые задания. Не помню. Это он по мне, что ли, в земли попал? Говорят, садиться сложнее всего, а я сейчас все объясню. Следи, чтобы полоса была прямо перед тобой, пока ты снижаешься. Ой, переборщил чуть-чуть подальше, давай. Мягкая посадка, дружище. Жестковато, я считаю. Я тебе махну. Вот и все. Отлично. Получилось есть. Если честно, я удивлен. Думал, сейчас заморочимся очень сильно с этим. Боже мой. Боже мой, охренеть. Твою мать, получилось. Получилось, спасибо. Ким, наш самолет. Да, я знаю. Так, теперь развернем его. Давай, хватайся. Знаешь, первый раз за долгое время. Мне хоть немного повезло. А что тебе повезло? Мне спасибо. Сраные дырчики. Ким, давай. Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже три поколения. Представляешь? Ну, я только понял только то, что он очень старый. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Блин. Так просто не получилось. Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Он меня будет сверху прикрывать? Нормальная тема. Слушай, личный самолет в прикрытии. Это то, что нужно. Особенно учитывая всех этих летунов, которые на меня нападают периодически. Погнали. Как-то непривычно мне с новым оружием бегать. А, внутри кто-то. Подожди, она кричит, помоги. Там кто-то. Так, все закрыто, все закрыто. Все, хорошо. Мы, значит, просто держим позицию внизу. Ну окей. Так, знаешь, странная пушка, на самом деле, этот калаш. Каких? А, прям здесь на крыше кто-то сидит. Блядь, нет, я поднял напротив снайпера. Не знаю, пока он там их снимет, блин, я быстрее с ними разоберусь. Где тут еще один был? Братан, ты че, под пули бросаешься? Ой, 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 бомба, так бомба, окей. Не подходи близко, я сброшу на них бомбу. Ну они дым выпустили, так что я, к сожалению, уже не увижу, что ты там сделаешь. Ну? Бомбы где? Бомбы где, Ник? Я сбросил бомбу. О, пошла бомба. Хорошо, но только вот там враги. О, да, я попал. Угу, все готов. Думаю, все кончено. Я сажусь. Давай, Ник. Под соблю. Под соблю. Брось, Ким, ты не понимаешь. Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят. Ким. Ник. Еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? А он останется, никто не поедет. Особенно, если Ник, ну если и Ким хочет настаивать о том, чтобы оставить. Часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, эта девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Он ничего не сказал. Типа, как будто бы все, все без слов поняли. Нет, я не понял, что он сказал. Остаются они или нет? А может, они подвисли вопрос в воздухе, они все бездомные. Похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Не знаю, я бы не оставался, беременная жена, я бы не увез. Понимаешь, то есть я его вызываю на задание, а ты остаешься вообще одна здесь. А если приедут Светош? Они же будут бить по слабым местам. Так, видом и выполнено. Окей, хорошо. Так, у нас теперь появился новый, новая возможность привлечения себе компаньона. Ну пока, кто? Это не я. Начинается. Опять. Опять ты с высказками рассказываешь? Без этого не открыть сердце, не освободить душу. Чем тяжелее грех, тем больше боли нужно вытерпеть, чтобы заслужить прощения. Из-за тебя сопротивлению придется пострадать. Вы все ответите за злодеяние помощника. Вы все откроете свои сердца, слову отца. Вы все скажете да. Ну, короче, он разозлился. Он разозлился, причем очень так хорошо разозлился. Что это? Самолет не карая. То есть я могу самолет его взять? Не, не буду я его брать. Самолет классная вещь, но я не очень хорошо умею им управлять. Так. Что у нас по квестам вообще? Что у нас по квестам? Ларри Паркер. А мы не закончили его миссию разве? А, подожди, мы же только помогли ему, а потом уехали оттуда. Точно меня же оттуда выкрали. Садись, погнали. Так, куда ехать? Опять. Я в ту сторону хоть поехал, нет? Ну, кажется, да. Слушай, они прям точно так бьют вообще. Мне кажется, ты не собьешь самолет. Здесь я уже был, кстати. Я с миномета здесь все раскидывал. Я буду надеяться, что просто от меня отстанет все. Я поеду на миссию, ему станет за мной лететь. Он только подумает. А, ладно. Сетевые события. Я в сетевые события не играю. Не знаю, чему тут пишите. Что это такое вообще? Что такое сеть? Опа, опа, иди сюда. Блять. Есть. Я хотел випа завалить. А представляешь, как мирные жители сейчас обсираются? Я едет, ну, Галима, грузовик, сектантов. Все. Они же не знают, кто внутри сидит. Блять. Успею, не успею. Не успею, скорее всего. Или успею. Хорошо. Так, самолету больше нет, окей. А ты чего от дома так далеко отошел? Иди сюда. А, здесь с ним нельзя поговорить. Ну, давай, возвращайся в места своего обитания, и мы с тобой будем продолжать диалог. Мне интересно посмотреть, что же ты за штуку такую сделал. Во. Давай рассказывай. Партнер, этап номера ДОС. Начинается самое интересное. А, снайпер. Снайпер. Я могу разобраться сам, но буду благодарен за помощь. Прикрой, выбегаешь. Ну, давай, убей, иди его. Давай. Я пока взломаю сейф. Подожди со своим заданием. У тебя стоит сейф, который надо взломать. А вот представляешься со взрывчаткой, я бы вы убил, если бы здесь пытался взломать сейф. Вот так. Созданутся все кефт, да, я слышал. Ну, рассказывай. Мы идем к третьему этапу, если ты не увидишь все своими глазами. Ты увидишь, что они уже здесь. Воу, через доказательство. Их разведчики изучают, оценивают нас перед неизбежным вторжением. Если их не остановить, нам конец. Вот так. Все идет к этому. Мы обыграем их в их же игре. Ты должен спасти нас. Столько клише хватит, чтобы убедить тебя. Хорошо. Столько клише, да. Забыла от круга на полях. Есть образцы их тканей. Их легко найти. Они светятся, а их жужжание сводит зверей с ума. Не Робин час, и у нас от него крыша поедет. Ну, мне интересно, на самом деле, посмотреть, что же он там такое нашел. Это должно быть явно что-то необычное, раз он говорит, что это инопланетяне. А мы сейчас стырим вертушку. Я хочу на вертушке покататься. Как на ней летать? Так, подняться, снизиться. Так, гашир скани управляет. Свободный. Управлять. А на эту что? Блин, ну неудобно, на самом деле. А-а-а. Все, я понял. Кстати, очень неплохо сделали. Ну, я, правда, как-то косо лечу. Есть свободный еще обзор. Прикольно. Если будет, кстати, если будет этот пулемет на вертушке, будет очень даже удобно им пользоваться. Вообще красота. Я попал или промазал, я не понял. Наверное, попал, потому что как-то он бы от одной очереди из автомата обычного бы не выжил. И что это такое? Внеземной объект? Да, прикол. Так, коров обыскать нельзя, да? Садись, поехали. Готов действовать. А, наверху там? Бью-мать. Ты что пугаешь? Меняю позицию. Грязь их внизу. Ты по птицам? А что тебе птицы плохой? А, они бы, наверное, на меня напали, когда я полезу. Ну да. И это уж точно. Что у нас тут есть? Я еще и прошел испытание орлов, разделывай. Да, что-то слышно, опять что-то гудит. Так, то есть мы сейчас спокойно принимаем тот факт, что здесь есть инопланетяне. Хорошо. Это телескоп, прикольно. А не, это просто ангар, а потом в него уже принесли телескоп. Так, следующее. Если хочешь, оставайся здесь. Так, куда дальше едем? А, их надо еще найти. Ну вон, кто-то там с ума сходит. Сейчас будет жарко! Окей. Осталось еще один. Кошмары будут сниться. За то, что ты индейка убил? У него, наверное, значит, день благодарения-то вообще просто стрессовая ситуация. Так, ну где еще один остался? Здесь вроде ничего странного. Ты хороший. Это что, розыгрыш? Нет. А что ты с ним тусуешься здесь, блин? Расскажи мне. Так, ладно, что у нас осталось? Что у нас осталось из непонятного странного? Давай так осмотрим все. Там мы ходили. Тут мы и были. Ну мы здесь приезжали, но здесь, к сожалению, нет ничего. А, вон что-то есть. Нет, не хочу. Где? Может, камушек какой-нибудь кинуть? Отличет, отвлечь. Нет, пофиг вообще. На что пугать? Я думал напугать, а типа от страха выронит. Ну, испугается и выронит. О, все хорошо. Слава богу, мне не пришлось стрелять по ней. Я бы этого не сделал. Пришлось бы очень долго за ней бегать. О, 800 долларов дали. Ничего себе. О, вообще возобновить. Так, мне надо куда? А вот. Главное, кстати, после этого, после свободного вот этого взгляда вернуть камеру на место. Потому что если ты отпускаешь свободный взгляд, он начинает сразу же туда переводить нос вертолетом. Блин, вертушка тема вообще. Очень быстро добраться из точки А в точку Б просто вообще огонь. Да какой снайпер? Ну, чуть-чуть жестче пересел, чем в прошлый раз, но не страшно. Это не критично. Кто? Меня кто-то спалил все-таки. Все-таки кто-то есть, да? Ну, конечно же, я не попаду. Не, ну, далековато, на самом деле, не находится. Мирный житель спасен. Все-таки кто-то был поближе, а я не заметил. Так, иди сюда, я тебе принес образцы твой. У меня, у меня, просто тебя снайпер выцеливает, ты не заметил? Вот этот вот засранец. Нет, верни обратно. У него УЗИ есть, кстати. А может мы вместо пистолета УЗИ себе возьмем? Ой, я боюсь, мы с таким расходом все патроны сразу же оставим. Верни пистолет обратно. Но зато он у меня уже открыт, если что я смогу взять. Так, иди сюда, пообщаемся. Прикрой, я пошел. Перекинемся парой словечек. Да, принес. Принес. Кто? К слову, он готов. Динамический лазерный конденсатор завершен. Пора повеселиться. Хорошо. Давай запускай свою шарманку. Все было круто. Просто пришло время для нового приключения. Похожего, но достаточно необычного, чтобы оправдать затраты. Ты знаешь, о чем я, ты понимаешь. Нет. Но нам нужна энергия. И больше, чем дает местная подстанция. Я знаю, о чем ты думаешь. Но притягивать молнию мы не будем. Я уже пробовал. Итак, трансформаторная подстанция на севере весьма мощная. Нужно перенаправить все электричество сюда. Энергии как раз хватит на один раз. Указания передам по рации. Иди. Второго шанса спасти мир от гибели не будет. Мне кажется, он немножко переигрывает. Я думаю, что не все так серьезно. Готов действовать. Блин, вертушка классная вещь. Я сейчас буду собирать деньги на вертушку и куплю себе с пулеметом. Щиток должен быть в ближайшей будке. Его почти везде можно посадить. Им легко управлять. Он достаточно быстрый. Готов. Так, щиток в какой-то там будке, да? В какой? А, в той. В той вообще. За территорией даже. А, нет, на территорицу. Я подумал, что он за забором. Почему-то не знаю, почему я так решил. Конечно. Обыскать нет места. Окей. Сигнал тревоги? Тебе мало было. Решил усугубить ситуацию. В смысле? Че мне торопиться? Кого я здесь боюсь, блядь? Пока мало энергии. Нужно больше энергии, иначе мне конец. Идет. Жаль. Вот это выстрел. Было бы на самом деле прикольнее, если бы когда-то убивал водилу, квадрик сразу бы куда-то сковыривался просто вбок. Ну, честно, ишь, он падает, руль выворачивается, и он улетел. А еще туда. Окей. Как много рычагов нужно дернуть, а? Окей, сейчас прилетим. Где-то здесь еще вертушка стоит. Вон она. Не бойся. Проблемы с моим изобретением лишь статистическая аномалия. Мои эксперименты редко приводят к смерти. Только калечат. Превращают в полу людей и летающих монстров. Это да. Но чтобы убить, ну, вряд ли. Ай, не знаю, сел он там, не сел. Сел, ладно, полетели. Это если что, я так осматривался, садится он там или нет. Чуть-чуть покоцали вертушку, простите, пожалуйста. Ну что, показывай, что у тебя получилось. Ты опять в этот круг залез. Ты уверен, что это хорошо закончится? Дружище, вот и все. Ты готов? Я вот был готов, пока генератор... Мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Мы с Риной спасем галактику. Галактику, да, 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 рассказывай мне. Я знаю, чем ты думаешь. Я тоже хочу тебя взять, но там будет слишком опасно. Рина говорила только обо мне. Мы не можем так рисковать. О, не расстраивайся. Ты ведь многого добился. Достиг своей цели... Мне кажется, ты сейчас умрешь в этой штуке просто в клетке. За тем, что стал частью великого замысла. Хотя вот кто-то развлекается. Что там такое? Блять, сбил мне задание, да, чтоб тебя. Вот это бесит на самом деле. Ну какого хера? Кто тут, блять, ползает? Почему им нужно было конкретно здесь это сделать? Хотел бы я взять тебя с собой. Да, благодарный зритель. Хотя вообще, тебе еще надо нажать на кнопку. На генераторе. Все, больше ничего. Окей, хорошо. Я нажму тебе последую эту кнопочку. Я уже столько всего для тебя сделал. Я надеюсь, ты не умрешь. Потому что, мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Что это за херня, блять? Не понял. Так он не придумывал? Это реально были инопланетяне? Да, а что за херня такая? Как это работает? Вообще крутяк. Еще и пушку дали какую-то. Я думал, он прикалывается. Я думал, он угорает. И ничего с ним не произойдет. Он реально исчез. Как это работает? Он что-то вообще почти не стреляет. Ладно, сейчас попробуем на врагах поближе испытать эту штуку. Че? Короче, если вблизи, то он их просто распыляет. От них вообще ничего не остается. Не добивает, жалко. А вещь мощная, на самом деле. Ну давай, подождем. Залетай на второй круг. А, погоди. Че мы ждем? Че мы ждем-то? У меня же есть напарник. Атакуем сверху! Цель в поле зрения! Огнемет тоже вещь классная. Кто-то грубо взорвали грузовик. Слушай, я не вижу цель. Хорошо. Так, ну, у нас мы остались без транспорта. Единственное, конечно, минус огнемета, что мы полностью остались без транспорта. Но я считаю, знаешь что? Это тоже неплохо. Это нормально, побегать немножко ножками. Что у нас осталось по заданиям? Богослов. Идите к следующему. Окей, давай сделаем это задание. Давай почитаем. Вот, по газам, да? Вот это называется, да? А нет, вот. Так мне тоже надо тогда взять адскую машину себе какую-нибудь. Если они используют адскую машину, то и мне нужна какая-нибудь хорошая тачка. Слушай, может сядешь, меня подкинешь немного, нет? Дед не подкинет, скорее всего. Ладно, пойдем, мы сейчас кого-нибудь точно встретим. Но с этим чуваком с телепортом, конечно, прикол полнейший получился. Я думал, он просто умрет или еще что-то. А его реально, походу, куда-то откинуло. О! Индюки напали на сектантов, ты смотри. Забьют они его или нет? Индюки убили сектанта. А, ну почти. Я добью. А, теперь моя очередь, да? Теперь была моя очередь. Я понял. Я вообще сюда шел, кстати, за тачкой просто. О, может мне вместо этой штуки себе РПГ-шку взять? А мы ее куда-нибудь бабахнем. Перед тем, как выбрасывать. Это уж точно. Подожди, я хотел посмотреть, что у меня по навыкам в моей команде. Как мне можно больше себе состав отряда сделать? Лидерство. Нам нужно какой-то навык, который называется лидерство. может быть она здесь вот лидерство и мы все давай теперь будет у меня два человека в отряде может грейс пригласить себя я кстати с грейс таки не побегал ну типа после после того что у него ну в бой быстрее возвращается мне не интересно так грейс давай на вторую окей все у меня теперь со мной грейс и так бубу ее метки выстрелы будут наводить ужас на врагов всевидящий друг ее лазерный прицел станет эффективнее руки но нас еще показывается кого можно взять вызывай вертушку поджигай ok со мной сейчас самолет летает если что с воздуха прикрывает и с нами еще будет грейс снайпер который будет нас прикрывать на земле садись а блокпост уничтожен это вот так вот надо было посты уничтожать хорошо вот как бы какое бы плохое мнение не было про церковь или там про каких-то секты песни у них всегда очень приятными кого кто какой парад а это может быть еще до было до всех этих событий что я никакой пара тебе не устраивал это и по рации будешь теперь реплики вставлять но все-таки он мой компаньон должен параться это все говорить что а это перед нами эта тачка которая супер крутая да сейчас я на них натравлю этот самолет и все их она и так ее сняли я понял это будет интересно конечно квест садись за руль пожалуйста за мной поехали подожди а тут есть вертушка а на вертушке если есть оружие то я же сейчас вы решили все вопросы пожалуйста только бы там были пушки есть пушки есть грейс садись дает за руль мне надо было сесть отойди похудеть она у меня угнала эту сядь обратно пожалуйста сядь обратно грейс как меня как на перехватить управление я не знаю пускай не поскочишь вучу хочет делать да сядь ты на бред сюда не надо возле меня с посадка все садись давай грейс былась отсюда во блять я если честно последнее время решил меньше ругаться очень сильно меньше ругаться но у меня не к сожалению не получается так пулемет выпустить тепловую ловушку свободную обзор ok но сейчас будет вот это сейчас будет дело конечно догнать только надо не получается вот они порой такую дичь выбрасывать что просто из меня вырывается это я тепловую выпустился что перезарядка надеюсь перезарядка не только не просто патроны закончились а где у меня а у меня вон все передо мной же прямо не заметил по кайфу не особо безопасно на самом деле ладно давай садится короче хорошая вертушка мне нравится уничтожьте грузовики и она на севере знаешь что мы будем этим заниматься уничтожать эти грузовики на севере где она не я хочу именно прилететь и уничтожить грузовики а вот вижу захватите авто цистерны захватить нет убить до уничтожить без проблем так где где наши автоколонны во вооруженный конвой ба короче мы сделаем это чудесное задание в следующей серии потому что это подошло к концу спасибо что досмотрел до конца я надеюсь тебе понравилось было интересно ставь лайк комментируй подписывайся всего тебе хорошего замечательного самого наилучшего счастливо пока и до свидания